Поделиться опытом, как он решал эти вопросы. Я не могу закрыть контракт и получить за него деньги. Эти вопросы я хотел и лесникам задать, и тем, кто с этим сталкивался. Не исполним, и исполнение которого по факту не зависит от воли подрядчика. Нет обязанности по закону перемещать эту древесину. У нас у всех ребят, которые занимаются услугами по расчистке от ДКР, от деревьев, кто занимается выпиловкой, кто занимается расширением, есть такая боль. Я сам лично сидел, гуглил, в Яндексе смотрел. На нее очень мало ответов, их вообще почти нет. И приходится самим ковырять, советоваться, звонить, задавать вопросы. Тратить много времени. Сейчас мы это время ваше скоротаем, поднимем этот вопрос, будем звонить моему заказчику. Он поделится опытом, как он решал эти вопросы. Вообще, смотрите, боль такая. Я составил вопросы, которые есть, но эти вопросы я хотел и лесникам задать, и тем, кто с этим сталкивался. Давайте, я зачитаю. Первое. Нужно уведомлять лесничество о вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ? Или не нужно? В какие сроки нужно уведомлять, если это нужно? Второе. Какие документы нужно предоставить лесникам в уведомительном письме? Как должна выглядеть перечетная ведомость, если она нужна, если ее нужно будет предоставлять? Мы должны уведомлять лесников об окончании работ? Или не должны? За какой период до окончания, если должны? Кто отвечает за сохранность древесины на месте складирования? То есть, мы спилили деревья в зоне полосы отвода. Эти деревья складировали. Дальше, что с ними делать? Кто за них отвечает? Кто должен передавать на хранение в Росимущество спильную древесину? Подрядчик, заказчик или лесники? Есть какие-либо нормативы по складированию древесины? То есть, когда ее выпиливают и оставляют для Росимущества или еще для кого-то? Какие нормативы есть эти или нет? Так, дальше. Какие документы должен предоставить или получить подрядчик от Росимущества, если он передает эту древесину? В какой срок подрядчик должен передавать в Росимущество древесину? После складирования древесины и до момента передачи ее в Росимущество, кто несет ответственность за ее сохранность? Если древесину украли, что грозит подрядчику? Какие меры он должен принять, если обнаружил пропажу древесины? Это я имею в виду, если он еще не успел передать в Росимущество, и древесина складирована у него на участке. Ну, уехал человек, ночью никто не охраняет, утром приехал, древесины нет. Кто за это отвечает? Сейчас мы позвоним моему заказчику, зовут его Алексей, мы работали с ним в 2019 году в городе Подольск, он нанимал у нас гусеничный мульчер, и мы мульчировали порубочные остатки. Сейчас мы ему позвоним, я его заранее предупредил, он ждет звонка. Немножко расспросим его. Алло. Алексей, приветствую. Да, приветствую. Мы на связи, я немножко рассказал, что мы с тобой работали, ты занимался выпиловкой, а я занимался мульчированием, утилизацией. Мне интересно сейчас, с этой работой сталкиваются многие, и как вообще последовательность действий, как вести себя с этой древесиной, которая выпиливается в полосе отвода. Расскажи свою ситуацию, чем ты там занимался, и как у тебя на сегодняшний день вообще эта вся ситуация двигается? Значит, договор был с госкомпанией «Автодор» на вырубку просеки порядка 6-8 гектаров на переустройство магистрального газопровода. Столкнулись с такой ситуацией, значит, что в договоре было прописано о том, что подрядчик, помимо того, что должен эти работы выполнить, должен еще и оформить разрешение на вывоз этой древесины. Ну, это не совсем, скажем так, корректное требование, потому что именно с этим столкнулись с проблемой того, что не так-то это все просто и сделать при отсутствии желания у Росимущества вывезти эту древесину. Ну, соответственно, вот такой момент, да, казалось бы, изначально, да, на который особо никто не обратил внимания в договоре, пустячный, да, оказался камнем преткновения того, что уже год я не могу закрыть контракт и получить за него деньги. То есть сейчас вот юрист нашей организации этим вопросом плотно занимается, подготовлено исковое заявление, полностью уже обозначена позиция, написан отзыв. Ну, кстати говоря, сотрудник он в офисе, я могу передать трубочку и все детали, и нюансы. А подожди, давай ты ему передашь, а вот немножко расскажи последовательность действий, или юрист это может рассказать нам? Да, 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 то есть она полностью занималась, вот и до всеми этими вопросами. Хорошо, хорошо, давай, передавай. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я юрист Алексея. Да, да, Елена, меня Антон зовут. Я бывший подрядчик работал, утилизацией занималась. Я поняла. Да, да, да. Расскажите о ситуации и как в такие ситуации не попадать, как правильно все оформлять и заниматься всеми этими делами, если самому действовать. Если самому действовать, ну, во-первых, прежде чем заключать договор, нужно его внимательно прочитать. Вот, прочитать на предмет его соответствия закона, потому что, вот как вам только что сказал Алексей, такая сложилась у нас ситуация, что Автодор включил в договор пункт, который неисполним, и исполнение которого по факту не зависит от воли подрядчика. Вот, то есть там конечным результатом работ, в том числе, является получение акта Росимущества на перемещение древесины. Но хитро заключается в том, что закон составлен таким образом, что перемещение этой древесины вовсе не является обязательным. И вот, согласно постановлению правительства к пункту 6, местом нахождения древесины после ее вырубки является априори земельный участок, на котором вырублена эта древесина. И уже как опция предусматривается возможность согласования Росимущества перемещения этой древесины. Ну, то есть переместить эту древесину без согласия Росимущества не представляется возможным, потому что в этом случае ты распоряжаешься древесиной, которая тебе не принадлежит, потому что собственником этой древесины является Российская Федерация, интересы которой представляет как раз-таки Росимущество. И, в общем, получается так, что мы стали заложниками этой ситуации, что вроде как, согласно с договором, мы должны этот акт на перемещение получить, а согласно закону у Росимущества нет обязанности выдать этот акт. И, соответственно, вот мы запросили разрешение на перемещение. Росимущество, ну, как бы так, обтекаемо не согласовало, вроде как указало какие-то там моменты, которые не устраивает, якобы мы не уведомили комитет лесного хозяйства Московской области о породном составе и количестве вырубленной древесины, хотя до этого мы уведомляли, и Росимущество стояло в копии этого письма. Там договор наш не понравился, якобы нет там на этом договоре подписи, хотя у нас договор подписан в электронном виде, и подписи там не требуются. Ну, то есть формально отказала. И, собственно говоря, вот этот отказ стал камнем преткновения в наших переговорах с Росавтодором. С Автодором, потому что они не закрывают эти работы, потому что говорят, вот, есть отказ, вы его не преодолели, вы там не сделали какие-то работы для того, чтобы выполнить вот эти вот предписания, скажем так, Росимущества. Но по факту никаких предписаний Росимущества и не было. То есть они сослались на какие-то моменты, которые, в принципе, не имеют места быть, да. И фокус еще заключается в том, что вот мы тут нарыли такую информацию на сайте комитета лесного хозяйства Московской области, была публикация 5 декабря, что на тот момент, в июне 2019 года, у Росимущества даже некуда было перемещать эту древесину, у них не было госконтракта с компанией, которая осуществляет хранение этой древесины. Этот госконтракт на 2019 год был в сентябре только заключен. То есть по факту даже если бы Росимущество очень хотело переместить эту древесину, некуда ее было переместить. Но опять же, факт остается фактом, что нет обязанности по закону перемещать эту древесину. То есть первичное ее нахождение на лесном участке. И даже в этом постановлении правительства, если дальше его почитать, до конца почитать, там впоследствии Росимущество объявляет конкурс на эту древесину, по продаже этой древесины. И одним из пунктов, что Росимущество указывает в сообщении о продаже, это место нахождения древесины, лесной выдел, участок и т.д. То есть нигде не написано, что древесина должна находиться где-то там на хранении. То есть по факту, в принципе, я вот сколько смотрела судебные практики, везде по судебной практике всегда древесина находится на месте ее вырубки, и никто ее никуда не перемещает. Но, видимо, Автодор составлял договор таким образом, чтобы полностью исключить все свои риски, потому что все же очень боятся, что древесина куда-то исчезнет. А, как правило, так все и происходит, если древесина хорошая. И потом, чтобы не было никаких претензий самому подрядчику или к арендатору этого участка. Вот. Ну и то есть, в принципе, вот такая вот у нас ситуация. Сейчас мы судимся с Автодором, но я больше чем уверена, что правда на нашей стороне, потому что действительно обязанностей такой нет. И, в принципе, получается, мы должны выполнить обязанности, выполнение которой не зависит от нас. Собственно говоря, воля и сознание Росимущества должно присутствовать для того, чтобы переместить эту древесину. То есть каких-то законных способов убедить Росимущество у нас нет. Мы попросили, получили – нет. Соответственно, обязанности переместить – нет. Все. Какие вопросы? Интересующие вопросы вот есть у меня. Скажите, а нужно уведомлять лесничество о вырубке деревьев в охранной зоне, вот перед началами работ? Нет, уведомлять никогда не перед началом работы, а вот как раз согласно этому постановлению правительства, нужно не позднее, 15 дней до завершения работ нужно. И нужно уведомлять не лесничество конкретное какое-то, а орган государственной власти, субъект Российской Федерации в области лесных отношений. То есть там либо комитет, либо департамент, в каждом субъекте это свой орган. Именно его нужно уведомлять, то есть орган при администрации, не лесничество. То есть лесничество – это мелкая какая-то структурная единица, а нужно уведомить именно комитет. При этом обязанности уведомлять Росимущество, самого лица арендатора или подрядчика нет. Но можно поставить, вот как у нас было сделано, в копию Росимущества. По факту Росимущество уведомляет уже сам вот этот орган лесного хозяйства. А какие документы нужно предоставить в лесной комитет или в департамент? Угу, лесной комитет. Смотрите, на самом деле, как таковых документов, закон не предусматривает. Главное, необходимо уведомить, предоставить информацию об объемах и породном составе вырубаемой древесины. То есть именно чтобы вот в этом письме была информация об объемах и породном составе. Ну, можно как опция, например, указать сослаться на договор аренды, участка. Да, можно его, в принципе, даже приложить. Вот мы прилагали подрядный договор, чтобы показать, с какой великой радостью уведомляем мы, а не ориентатор, потому что фактически уведомлял подрядчик. Вот, можно указать, где находится эта древесина, тоже, опять же, это будет не лишним. Но по факту вот нужно сообщить... А перечет на ведомость, нужно перечетную ведомость им делать или не нужно? Ну, перечет на ведомость, конечно, обязательно в ней указать, какие конкретно древесные культуры были вырублены и в каком количестве. Так, значит, лесников мы должны будем уведомить, лесной хозяйственный департамент по окончанию за 15 дней. За 15 дней до завершения рубки, потому что нам тоже об этом сказали, у нас там не совсем было прям правильно сделано по срокам, то есть они это тоже могут потом изменить, что вы поздно уведомили. То есть вот именно за 15 дней до окончания рубки. Так, еще вот вопрос есть. Вот после складирования древесины и до момента передачи ее в Росимущество, кто несет ответственность за ее сохранность? Росимущество. В этом как раз весь и фокус. Что Росимущество, являясь собственником этой древесины, должно самостоятельно решить ее судьбу. Если хочет, вывезти. Не хочет, пускай остается организовать конкурс и продать древесину. По факту, если что-то потом происходит с этой древесиной, то к подрядчику или к арендатору предъявить ничего нельзя, потому что они не собственники этой древесины. Время содержания имущества несет собственник, то бишь Росимущество. А если уж наступил такой момент, если древесину украли, что грозит подрядчику? Или ему вообще ничего не грозит? Я думала, что ему ничего не грозит. По крайней мере, я находила такое решение суда, которое, ну правда, оно районного суда, вот не помню какого, то ли Пермь, то ли Пензы, что-то в этом роде, где как раз рассматривался такой вопрос, была украдена древесина, и суд сделал вывод, что подрядчику это не имеет никакого отношения, подрядчик не обязан охранять имущество, которое ему не принадлежит, в том числе и арендатор также, что все время содержания этого имущества лежит на Российской Федерации в лице Росимущества. Если Росимущество не позаботилось об этой древесине, то это уже вопросы к Росимуществу. Так, еще вопрос, последний. В какой срок подрядчик должен передать в Росимущество древесину? Вот, допустим, мы спилили ее, она у нас все заштабилирована, ее, так же, как и в лесные хозяйства, департаменты, за 15 дней или раньше нужно будет уведомлять? На самом деле, само вот это постановление правительства, о котором я говорила, оно вообще не предусматривает взаимодействие подрядчика-арендатора с Росимуществом, что интересно. То есть вы взаимодействуете с комитетом лесного хозяйства, ну, в общем, с органом лесного хозяйства, с субъектом федерации. И уже органы лесного хозяйства взаимодействуют с Росимуществом. Он получает от вас информацию о породном составе, количестве вырубленной древесины, желательно вот в этот срок до завершения, чтобы они успели... Как бы закон составлен таким образом, там даются короткие сроки. И по факту до завершения вашей рубки уже Росимущество должно объявить этот конкурс, чего на деле, конечно же, не происходит. Так вот, этот уполномоченный орган, он в течение пяти рабочих дней уведомляет Росимущество о том, что вот образовалась такая древесина, там-то, там-то, вот, в таком-то объеме, в таком-то количестве, и указывает на срок совершения рубки вами, то есть уведомляет Росимущество. А уже Росимущество в течение пяти рабочих дней со дня получения этих сведений должно уже опубликовать сообщение о продаже древесины. Вот, то есть по факту, получается, у вас за 15 дней до вырубки вы уведомляетесь, и к концу срока вашей вырубки уже должно находиться сообщение в вестнике государственного имущества о том, что вот есть такая древесина, ее можно купить. И априори получается, что есть закон составлен таким образом, что они должны быстро провести этот конкурс, заключить договор купли-продажи, и уже покупатель должен вывести эту древесину. Но, к сожалению, мы живем в такой стране, что в нашей стране все это не происходит, все строки двигаются. Вот у нас, например, они сделали публикацию аж в августе-сентябре. Вот, то есть, соответственно, вот представьте, сколько древесины лежало, а Росимущество только сделало публикацию, потом был признан аукцион несостоявшимся, и так, по-моему, они в итоге не заключили ни с кем договор купли-продажи. Вот. То есть, по факту, вы не взаимодействуете с Росимуществом, но если у вас есть в договоре такой чудесный пункт, как у нас, есть, он у меня лично есть. Ну, тогда, значит, вам нужно точно так же, как нам, позаботиться об исполнении этого пункта. Значит, вы за 15 дней до конца вырубки уведомляете комитет лесного хозяйства, вот, и ставите в копию Росимущества, и на всякий случай отправьте тогда это же уведомление в Росимущество. И, собственно говоря, ближе уже к концу рубки, а можно, в принципе, даже и сразу, потому что Росимущество быстро все не рассматривает, сделайте письмо о согласовании перемещения. То есть, вы указываете, что вот, я уведомил уже орган лесного хозяйства, прикладываете письмо, показываете ваш там договор, на каком основании вы уведомляете. Если вы подрядчик, то тогда показываете договор с вашим заказчиком, арендатором на кредитинском участке. Вот. И говорите, что просим согласовать перемещение древесины. И вот вам нужно получить от Росимущества вменяемый ответ о том, что они не согласовывают перемещение древесины, ну, там, с указанием при пене. Я думаю, вряд ли они укажут какие-то причины. Вот. И дальше уже исходить из этого ответа, потому что, в принципе, мы могли бы еще бы дальше писать. Но мы не стали этого делать, потому что решили, что раз у нас нет такой обязанности, мы не будем дальше добиваться, собственно говоря, будем исходить из того, что есть. и вот. Собственно, когда у нас пройдет суд, я думаю, это будет очень хороший прецедент для всех вот таких здравствуйтещих, как мы, и на него уже можно будет ориентироваться. Я думаю, что в судебном решении судья уже должен определить какую-то позицию относительно законности или незаконности включения такой обязанности подрядчика в договор. Отлично. У меня, пока мы разговаривали, мысль даже появилась такая. Я, в принципе, сейчас столкнулся с тем же, что вы уже проходите. Уже у вас к завершению все идет. Я думаю, вы мне поможете с этой ситуацией. Можно ли нашим зрителям будет обратиться к вам? У вас уже есть опыт и вы предоставляете услуги сейчас уже согласно вашему опыту или не предоставляете? Ну, я, в принципе, в данной конкретной ситуации я вот сейчас в нее окунулась. То есть для меня это не профильная моя деятельность. Но, тем не менее, я в нее уже так глубоко окунулась, что если кому-то нужна моя помощь, то я готова ее оказать. Поэтому, в принципе, можете давать. Значит, вы не против быть, если мы контакты оставим в описании, да, по видео? Чтобы с вами связывались. Да, хорошо. Да, конечно, да. Можно. Алексей, тогда даст мои контакты и вы можете оставить. И, в принципе, тут уже можно будет... Да, на самом деле, лучше что-то предотвратить, чем потом работать с тем, что есть не совсем хорошего качества с хорошим составом документов. Поэтому лучше тогда, если у кого-то есть вопросы, обращаться на моменте еще только вырубки, чтобы правильно оформить все документы, чтобы правильно все это направить на все органы, чтобы потом не судиться. Но я думаю, что когда у нас уже будет судебный прецедент, который мы сейчас стараемся создать, тогда уже будет проще. По крайней мере, можно уже опираться на эти решения судов и можно уже как-то с этим будет работать. Вот. Просто на самом деле я перевела гигантские объемы практики по всем регионам. Такого прецедента к сожалению нет пока. То есть не было вот именно такой ситуации, что вы вот отпаривали как раз данный пункт договора. Вы у нас первопроходцы, да, получается? Будете первыми. Ну, получается, да, получается, что так. То есть по факту на самом деле когда я смотрю, вот я смотрела судебную практику, когда покупатели этой древесины судятся уже с русским уществом, потому что когда они приезжают после того, как мы включили договор купли-продажи, на лесный участок, очень часто такое бывает, что ничего они там не обнаруживают. Либо обнаруживают с меньшим количеством, либо совсем не то. То есть вот такие там просто навалом такой практики. Вот. И везде вот как раз-таки идет речь о том, что собственно говоря, никто не вывозит эту древесину. То есть по количеству судебной практики сразу видно, что никто эту древесину не вывозит, что он ее никто не охраняет, и что в случае, когда эта древесина исчезает, они очень и очень часто в практике случаются. И вот вы не поверите, очень часто суд встает на сторону Росимущества и говорит уже покупателю, ну а кто вам мешал поехать на лесной участок, прежде чем купить и заключить договор, и посмотреть, что вы покупаете. Вот. То есть как бы к Росимуществу тоже особо сильно вопросы не предъявляются, но, что положительным моментом является, что никто не вспоминает, что нужно побежать к подрядчику или к арендатору и к нему предъявить претензии. То есть этого я тоже в судебной практике не нашла. Вот. Поэтому я думаю, что в принципе у подрядчиков и у арендаторов хорошая позиция. Я не думаю, что какие-то претензии можно предъявить им конкретно. Спасибо. Спасибо за интервью. Очень насыщенно. Да, хорошо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Спасибо за данное интервью Алексею и его команде. Ребята, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вам это понравилось, ставим лося вверх. Потом делаем репост в социальные сети. Подписывайтесь на мой канал Мульчер Эксперт. Ставьте обязательно колокольчик. Все, кто поставил колокольчик, вам будут приходить уведомления. И от того, что вы ставите колокольчик и подписывайтесь, ставите лося вверх и еще пишите в прибавок комментарии с вопросами, на которые я буду отвечать, зависит продвижение этого YouTube канала. Давайте. У нас сейчас уже перешагнуло за 2000 подписчиков и благодаря вашим комментариям, репостам в социальных сетях и значку лось вверх я двигаю канал дальше. Будем двигаться вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok